В администрации Амурского района прошло обсуждение государственной программы развития транспортной системы Хабаровского края с участием заместителя министра промышленности и транспорта края по инфраструктурным проектам. Репортаж подготовила моя коллега Вероника Шабунина. В администрации Амурского района обсудили реализацию государственной программы развития транспортной системы Хабаровского края, которая была разработана в 2012 году. 7 мая 2012 года президент РФ Владимир Владимирович Путин дал старт масштабному проекту по реформированию деятельности органов государственной власти. В своих майских указах Владимир Владимирович впервые обозначил приоритетом развития страны формирование гражданского общества, создание инструментов общественно-государственного сотрудничества и вовлечение населения в процесс государственного управления. Ключевыми для новой модели госуправления должны стать следующие принципы. Первое. Ориентация работы всех звеньев госмеханизма и уровня власти на измеримый, прозрачный и понятный для общества результат работы. Второе. Повсеместное внедрение новых форм и методов контроля. Главным критерием оценки эффективности власти, предоставляющей услуги гражданам, а также учреждений социальной сферы, должно стать общественное мнение, мнение самих граждан. Учет мнения населения при принятии решений, влияющих на социально-экономическое развитие территории, государственный контроль за работой с обращениями граждан и организаций, обязательные общественные экспертизы важнейших нормативно-правовых актов, широкое обсуждение итогов и результатов работы органов государственной и муниципальной власти, создание условий для ведения диалога с представителями бизнеса, общественных организаций, экспертного сообщества. Эти и многие другие примеры реализации указов президента положили начало новому формату отношений общества, бизнеса и власти. Правительство Хабаровского края одним из первых приступило к реализации президентского курса, направленного на развитие гражданского общества. В крае были созданы общественные и экспертные советы, начата систематическая работа по приему руководителями органов власти населения. Созданы многофункциональные центры, работающие по принципу одного окна. Включено в практику проведение общественных обсуждений государственных программ, реализуемых на территории края. Министерством промышленности и транспорта края данная работа проводится с 2013 года. За прошедшие 6 лет было проведено 21 общественное обсуждение в 14 муниципальных районах. По итогам общественных обсуждений получено 278 предложений. Две трети из них уже выполнено, либо учтено в деятельности правительства края и муниципальных администраций. Остальные находятся в работе или на этапе обсуждения общественным советом министерства. В апреле этого года в рамках подготовки к проведению общественного обсуждения государственной программы развития транспортной системы Хабаровского края, рабочей группой нашего министерства был осуществлен выезд в Амурский муниципальный район. За время поездки были проведены рабочие встречи с главами сельского поселения Ачан, поселка Эльбан, города Амурск и Амурского муниципального района. В них приняли участие профильные специалисты краевого предприятия Хабаровск-Управтодор и руководство предприятия, осуществляющего содержание и ремонт краевых дорог, проходящих по территории района. За время поездки были подняты десятки острых тем, по некоторым из них решения были найдены на месте. Особое внимание уделили повышению качества и сроков выполнения работ, оперативности реагирования в чрезвычайных ситуациях, взаимодействию администрации муниципальных образований и подрядчиков. Все эти вопросы имеют важнейшее значение. От них зависит социальное и экономическое состояние района и его жителей, инвестиционная привлекательность территории и потенциал ее развития. Это наша общая задача. Мы не разделяем ее задачей района, муниципалов или края. Нет. Мы просто говорим, что муниципальная власть, она ближе к народу, она ближе видит, и есть некоторые вещи, которые только вы можете сделать. Сегодня на общественном обсуждении государственные программы развития транспортной системы Хабаровского края перед нами стоит задача выяснить, как идет процесс решения обозначенных проблем, что уже сделано, а где необходимо приложить совместные усилия для их решения. Практика показала, что объединяя наши усилия в тесные связки краевых, районных властей и населения, совмещая предложения, инициативу с реальными действиями, каждый район имеет все шансы стать одной из ключевых точек роста, экономики и благосостояния населения Хабаровского края. Основная задача программы – это формирование современной и эффективной транспортной инфраструктуры, способной удовлетворить потребности в пассажирских и грузовых перевозках, обеспечить транспортную доступность всех видов транспорта для населения и предприятия края, особенно в отдаленных и труднодоступных районах. С учетом стратегической задачи программы, мероприятия сгруппированы по направлениям транспортной отрасли – воздушный, железнодорожный, внутренний водный, автомобильный транспорт и дорожное хозяйство. О ходе реализации программы развития транспортной системы Хабаровского края рассказал Корыткин Сергей Алексеевич. Приоритетными направлениями для выделения финансирования является обеспечение доступности пассажирских перевозок на пригородных и межмуниципальных маршрутах всеми видами транспорта. Общий объем финансирования программы составляет 161,7 миллиарда рублей, в том числе средства федерального бюджета – 91,7 миллиарда рублей, средства краевого бюджета – 61,5 миллиарда рублей. Средства муниципальных оборудований – 0,6 миллиарда рублей и вне бюджетные источники – 7,9 миллиарда рублей. Остановлюсь немножко подробнее на железнодорожном транспорте. С целью сохранения транспортной доступности поездов комсомольского направления правительством края решен вопрос обновления парка пассажирского подвижного состава в сообщении с городом Комсомольском на Амуре. Согласно плану, перевозчикам в период с 2018 года по 2020 годы планируется осуществить замену 46 выбывающих по сроку службы вагонов, из них в текущем году – 16 вагонов. Автотранспортный комплекс Хабаровского края – одна из ключевых сфер экономики, без которой невозможно представить жизнедеятельность населения и эффективную производственную деятельность. С докладом по вопросу «Состояние, перспективы и основные вопросы обеспечения доступности Амурского района» выступил начальник отдела безопасности дорожного движения Шлык Владимир Викторович и Ковшиков Алексей Сергеевич. В современных условиях важнейшие составляющие развития экономики выступают автомобильные дороги. Сдерживающим фактором в развитии автомобильного и городского пассажирского транспорта является ряд проблем. Это и повышенный износ подвижного состава, прежде всего в пассажирском транспорте, то есть в среднем по краю, составляет порядка 70-80%. Сам по себе повышенный износ автобуса приводит к увеличению затрат на его эксплуатацию, негативно влияет на качество транспортного службы населения, ухудшает экологическую ситуацию. Недостаток физических возможностей у перевозчиков и отсутствие привлекательных моделей для обновления подвижного состава также не способствует дальнейшему развитию. В этом году предусмотрено будет выполняться работа на двух объектов, а именно Комсомольск на море Мужк на участке 35 плюс 300, километров 46 плюс 600. На сегодняшний день выполнены работы на протяженности 7 километров. Ориентировочная стройка окончания работ запланирована с 1 до 1 сентября 2018 года. Здесь у нас идет устройство покрытия толщиной 5 сантиметров и досыпка обочин. И второй у нас объект – это переходящий объект, на который уже заключен контракт, а именно ремонт объекта автомобильная дорога подъезд Силовача на участке 35 плюс 600-39 километра. Это поселок Ирбан, значит, по улице Железнодорожной. В этом году будут выполняться работы первым этапом. На первом этапе будет усмотрено устройство освещения. Улица Железнодорожная подготовительная работа по ремонту искусственных сооружений. Цена вопроса в этом году, значит, по автомобильной дороге на Амурск – 362 миллиона рублей, по дороге на Ачане – это порядка 12,5 миллионов рублей. В 1992 году нам построили дорогу Ачанку, Альбан-Ачанку. И с тех пор ни разу не было капитального ремонта. Дорога никакая. И деревья уже скоро сойдут друг с другом. Настолько уже сузили дорогу они. То есть ПМК-83 не выполняет никаких обязательств своих. Вы знаете же об этом, да? Нет, я знаю эту дорогу, я сам прекрасно кулирую в Мужские районы. Знаю эту дорогу. Мы будем сказать вам так, что ПМК, у нас задание есть, мы ПМК, она периодически проводит пропелировку проезжей части. Пропелировку проезжей части. Они то, что есть, да, то, что вырубают, да, у нас тоже, мы в зависимости от тех средств, которые у нас есть, понятно, что я знаю, что оно вот так практически сложно, да, и вот на опасных местах проводим вырубку кустарника, там, где уже видимость у нас на границе. То есть на самих поворотах мы стараемся прорубать. То есть дело, что на поворотах не прорубается. Мы прорубили там, где прямо, вот видно дорогу. Нет, почему нет, у нас такого мы не даем, чтобы прорубить там ближе или как удобнее подрядчику. Именно на опасном участке, потому что мы здесь вместе работаем с Азербайджанской ГИМДТ, и они нам подсказывают, где, чтобы помочь. И здесь, ну, есть проблемы определенные, понятно. Мы вырубаем в зависимости от наших следств, сколько есть. А то, что пропелировку, будем, конечно, мы не просматривать и на следующий год, о том, чтобы делать капитальный ремонт, а, конечно, дороги не будут. Но будем просматривать на то, чтобы делать восстановление дороги с добавлением материала. То есть с отсыпкой, да, с отсыпкой, с отсыпкой, да. Но могу сразу сказать, что всю дорогу, там протяженность получается от Альбана у нас, от Альбана, 40-й километр, а от Чарли-то у нас 67-й километр, 27,7 километра. Одно момент-то, конечно, мы не сделаем. Но небольшими участками мы дорогу будем делать. Участки с Альбаном, ну, то, что сейчас в Альбане планирую работу сделать, да, я думаю, что на следующий год мы небольшой участок предусмотрим, внесем в министерство, чтобы у нас был небольшой участок, хотя бы, не могу сказать точно, как он в 2019 год, но мы эту работу по восстановлению и с добавлению материала будем активно делать. Ну, я надеюсь, что это войдет в всю программу. Хорошо. О состоянии дорог в текущем ямочном и капитальном ремонте в городе Амурске рассказал Кирилл Сергеевич Бобров. Реконструкция дорог – это дорога проспект строителей от транспортной развязки «Кольцо» до строителей «20». Ну, это всем известно наша бетонка. То есть рассматриваться будет вопрос о ее расширении и замене, конечно, разрушенных уже бетонных плитров, которые разрушаются, и устройства ливневой канализации, которые там отсутствуют. Значит, и следующий у нас этап – это реконструкция дороги от Комсомольского 63 до дороги на 102-е дачи. Там у нас грунтовка, постоянно ее приходится содержать, ремонтировать, то есть перевести ее, реконструировать ее у нас с покрытием асфальтобетона. Вчера буквально коллеги мои с вами общались, да, и вы сейчас почему-то умолчали, что сегодня 29-е июня, а у нас полгорода еще, извините, нет ремонтированной дороги. Мы ездим по ямам. Почему? Вы сказали, что, понятно, некоторые участки, которые вы будете капитально ремонтировать, да, смысл сейчас яму заделывать, все понятно. Эти участки мы не трогаем. В августе вы озвучили, что будет произведен ремонт. Но есть те участки, которые конкретно ямочный ремонт, и они до сих пор тормозятся, и мы до сих пор бьем ходовки. По хорошим дорогам мы начнем ездить, когда будет проводиться, конечно, полностью объем работ необходимого по капитальному ремонту, с восстановлением дневной канализации, достаточно дорогое удовольствие. По капитальный ремонт сейчас вот улица Пионерская с водоотведением, чтобы не было там воды, 20 миллионов рублей. Это перекрестка проспекта Мира, Пионерская, и до магазина Южного. По текущему ремонту здесь у нас был проведен конкурс еще в декабре месяце. Задание было выполнено. С вами я согласен, подрядчик не вовремя выполняет план задания, который ему выдаются. Составляются акты, применяются штрафные санкции. Я, будучи перед отъездом, встречался с самурчанами. Ну, говорю, еду в Талмурский район, так-то, так-то. Они, ну, в принципе, говорят, да, у нас неплохо работают, и с краем взаимодействие налажено, и так далее. И сам город, деньги есть в СИИ, с финансированием и так далее. Ну, я даже удивился. Ну, в сравнении с другими районами, конечно, у нас хорошо. Ну, самое главное меня поразило. Говорит, вот, вроде каждый год что-то делается в городе. Два-три года, и опять дороги развалены. Качество. Вот вы делали два-три года, сделали дорогу, но в следующем году ее нету. Это ваши жители говорят. Вот почему так? Или не так? Почему? Это так? Все, она должна служить пять-десять лет. Первая причина – отсутствие на многих участках дорог водоотведения. Полное отсутствие, даже строительства не было. То есть, сейчас мы, да, приступили именно капитальный ремонт, пускай это будет долго, но восстановление ливневой канализации, есть ли отсутствие ее устройства? Это первое. Второе. Есть проблема отсутствия основания дорог. То есть, на многих дорогах основания не соответствуют нормативам. Отсутствие ливневой канализации приводит к тому, что эти дороги основания подпланкают. Хорошо. Давайте вот вопросы, которые поступили из зала, и от вас тоже, если требуется наше подключение, в общем-то. Но в любом случае, их нужно. Если о них не говорите, не писали, мы о них забываем. Это постоянно нужно. Работать. Не только записали, но и работали. Вероника Шабунина, Игорь Демьяненко, телеканал «Амурск».